Станция Спортивная Название карт переводится как «тележка». Прародителям картинга считаются детские гонки со склона на самодельных машинках без моторов. Первый полноценный карт был построен в Калифорнии американцем Артем Инглсом в 1956 году. Его карт был собран из ненужного металлолома и по сложности конструкции напоминал детскую самоделку, нежели современную модель. Однако в сравнении с детскими машинами он имел одно важное отличие. Двухтактный мотор от газонокосилки. Как только карт был представлен широкой общественности, его популярность начала расти феноменальными темпами. Первая официальная гонка на картах была проведена в Калифорнии уже в 1957 году. Быстро набрав популярность в США, картинг молниеносно распространился по всему миру. В мае 1960 года Международная федерация автоспорта официально признала картинг. В 1964 году в Риме прошел первый чемпионат мира с двигателями объемом 100 кубических сантиметров. Картинг стал вторым видом автоспорта, по которому проводятся подобные соревнования после Формулы-1. Советское государство было одним из первых, куда картинг стремительно добрался. Не имея свободного рынка с зарубежными производителями, наши инженеры сами начали конструировать карты и очень успешно. Широкой публике модели продемонстрировали в 1960 году. Машины выехали на трек в перерыве московских соревнований по мотогонкам на льду. В 1962 году гонки на картах начали превращаться из любительского увлечения в вид автоспорта. С 1963 года в СССР стали проводить регулярные соревнования. Первое летнее состязание прошло в Москве, а зимнее – в Ленинграде. В 1964 году советские гонщики впервые выехали на международные соревнования между социалистическими странами. Чемпионат получил название «Хрустальный кубок» и прошел в три этапа – в Берлине, Будапеште и Варшаве. С каждым днем картинг набирает все большую популярность, причем в первую очередь среди детей. Папа сюда записал, чтобы тренировать свои руки, ноги, и чтобы вождение у меня было хорошее. Скажи, что чувствуешь, когда садишься в карт? Как будто я на настоящей машине. И на разных поворотах так поворачиваю, и так всех обгоняю. Я хочу стать будущим полицейским, а для полицейского, конечно, нужно хорошее вождение. Детей привлекает, во-первых, скорость, умение владения машиной. Кто у нас занимается картингом, они все соблюдают ПДД. Картинг для детей – не просто увлекательное хобби, но и ворота в мир автоспорта, где юные гонщики делают свои первые шаги. Оптимальный возраст для начала занятий – 6 лет. В это время ребенок уже может выполнить задания инструктора и понять основы техники безопасности. Вот у нас дети занимаются с 6 лет. До 12, потому что дальше они уже становятся взрослые, и у нас таких машин нет. А с 6 до 12 вот у нас занимаются. Дети приходят, я с ними тестовые занятия, проезжаю, ходим. Вот. Если ребенок адекватный в смысле того, что у него голова, руки, ноги работают в одном ритме, то все. Родители через госуслуги пишут заявление, подают, приходят, и мы начинаем заниматься. Мне 7 лет, я выиграл картинг, потому что моя мечта – стать гонщиком. А что ты уже умеешь делать? Ну, я уже научился обходить в повороты. Я сначала хотел войти на бокс, но картинг как-то поинтереснее позвучал, и я решил попробовать. У тебя картинг – это больше как развлечение или прям вид спорта? Вид спорта. По статистике, главный вопрос родителей в этом виде спорта касается травмоопасности. Если сравнивать картинг с другими автомобильными дисциплинами, он к опасности имеет малое отношение. Простота управления, хорошо оборудованные картодромы и надежная защитная одежда и шлемы обеспечивают безопасность пилоту во время заезда. Картинг – это вообще самый безопасный вид спорта. Карт переворачивается, пилот из него просто выскакивает, он защищен как бы амуницией комбеза, перчатки, шлем. И он, как можно сказать грубо, мячик выкатывается из карты, карт в одну сторону, пилот в другую, встает, и все с ним нормально, ничего. Занятия картингом формируют у ребенка ряд положительных качеств характера. Таких, как целеустремленность, упорство, ответственность, самостоятельность и выносливость. Кроме того, совершенствование координации движений, моторики рук и формирование правильного поведения на трассе. Но главное, что картинг способствует усвоению навыков вождения автомобиля. Это экстремальный вид спорта, и мышление, и торможение, и обгоны. Все, ребенок привыкает с детства, что у него уже заложено, что меньше будет аварий, и меньше будет ДТП. Дети уже понимают, что такое машина, и как управлять этой машиной, и что она может, понимает, что может случиться, если в экстремальных ситуациях будет так вести себя на дороге. Мы об этом учим, мы детям рассказываем, чтобы они понимали, что и как, и какие последствия детям рассказываем, как вести, как рулем управлять, как тормозами и газом. А как думаешь, картинг тебе как-то поможет в будущем в жизни, или, может быть, уже помогает? Поможет, потому что потом я захочу машину, например, купить. Расскажите, из чего состоит карт? В картах у нас состоит основная рама карта. Это основная несущая поверхность. Также ходовая часть, это передняя, если взять управление, руль, идут рулевые тяги и поворотные кулаки, ну, естественно, с резиной. Сзади стоит мотор, цепная передача на заднюю ось. Задняя ось у нас прямая, без дифференциала. Вот, приводит в движение задние колеса. Ну, естественно, сидение. И для безопасности у нас вот такие обтекатели сделаны, чтобы дети, потому что друг друга бьются, это по-любому происходит, чтобы не было травмоопасно, специально сделали вот такие обтекатели. Флаги в картинге необходимы на тренировках и соревнованиях для подачи определенных сигналов пилотам. Каждый цвет имеет свое значение. Например, желтый флаг – это сигнал об опасной ситуации в повороте. Зеленый показывает, что опасности нет. Синий говорит о том, что пилота догоняет лидер. Красный означает немедленную остановку гонки, а черный – дисквалификацию. Гонки в картинге тоже имеют свои особенности. Как правило, два полуфинала и один финал. Шесть карт встает на старт, больше на этой трассе мы не можем позволить по технике безопасности. Шесть машин встаем на старт, один полуфинал. Идет по жеребьевке. А второй полуфинал у нас идет по мере приезда на финиш пилота. Потом мы это суммируем, очки считаем, и уже в финал борьба за первое, второе, третье место. То бишь за подиум. Так что если с раннего детства отдать ребенка в секцию картинга, то вполне вероятно, что из него вырастет гонщик профессионального уровня, который не только будет участвовать в различных международных соревнованиях, но и добьется побед на этом поприще. Группа мышц на какие направлены спорта, что задействует? Все задействует, все тело. То есть начиная от головы и кончая ногами, мысками. То есть руки, внимание, все, концентрация. Это все. Когда пилот садится в машину, у него организм с машины получается одно целое должен быть. Некоторые дети у нас есть, которые занимаются всего, допустим, ну можно сказать, 10 занятий, и они уже наравне едут с детьми, которые с прошлого года занимаются. А на сегодня это все. С вами была программа «Станция спортивная» и ее ведущая Арина Лукьянцева. Будьте здоровы, занимайтесь спортом и не останавливайтесь на достигнутых успехах. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова